Донбасс, следуя Минским договоренностям, подготовил дополнение к проекту изменений в Конституции Украины. Это попытка создать в стране основной закон, который устроит всех ее граждан. Дополнение, отправленное не в Киев, который всякий раз делает вид, что писем из Донбасса не получает, а координатору от ОБСЕ Пьеру Морелю. Обсудить поправки представители ДНР и ЛНР предлагают уже на ближайшем заседании контактные группы. Речь в законопроекте о полномочиях Донбассского региона, механизмах взаимодействия с Киевом, детали особого порядка местного самоуправления. Вообще документ, который должен погасить конфликт, прекратить бомбардировки мирных жителей Донецка и Луганска, прорвать блокаду, организованную украинскими властями. По пунктам разберем поправки с Денисом Пушилиным, заместителем председателя Народного совета ДНР. Он сейчас у нас на прямой связи. Денис, здравствуйте. Две недели назад свои предложения по Конституции вы уже направляли в Киев. Тогда, помните, мы даже с вами об этом разговаривали, Киев сделал вид, что их не получил. Сейчас, вероятно, ВСЕ поправки получит. Вот что должно произойти после того, как пакет будет доставлен тем, кому он адресован? Доброй ночи. На самом деле для нас более важна сейчас не реакция Киева, то есть вне рамок минских соглашений, не вне рамок минских встреч, а непосредственно важна реакция переговорщиков в политической подгруппе, их аргументация, потому что мы своими действиями, своими предложениями показываем не только свою договороспособную позицию, но и вообще цивилизованное отношение. То есть мы сейчас не упираемся, как бы этого не хотелось сделать, в военное противостояние. Мы стараемся не поддаваться на провокации военного характера, а действительно подталкиваем Киев к конкретным политическим шагам. Потому что мы, к сожалению, имели уже горький опыт, когда затяжка политических решений приводила к новому витку боестолкновений, как это было в декабре и потом в январе месяце, то есть действительно чудовищное кровопролитие. И сейчас мы действительно находимся на грани, поэтому мы интенсифицируем данные процессы и предлагаем свое видение, скажем так, свои варианты, которые мы готовы согласовать. Это и касается выборов, это касается конституционной реформы, так как, допустим, если конституционная реформа, то это все в пункте 11 сказано, что комплексомер, что все должно быть согласовано с представителями Донецка и Луганска. Так вот, согласуем мы вот такие вот поправки и мы им даем. То есть это предмет уже обсуждения в рамках подгруппы по политическим вопросам. То есть это не дает уже Киеву возможности говорить, что ну да, будем обсуждать, будем когда-нибудь. Или как мы слышим речи от Порошенко, который собрался завершить конституционную реформу до сентября месяца, и якобы уже конституционная комиссия заседает, но стоит ли говорить о том, что нас там нет, с нами ничего не согласовывается, и потом, чтобы нас не переставили по фактам, что вот видите, мы же конституционную реформу провели, давайте к следующим шагам. Отнюдь. Нас устроят вот такие позиции, и то при условии, что все пункты Минского соглашения будут выполняться, а не будет проходить имитация, как мы видим, по сей день происходит со стороны Киева, и по сей день не выполнено полноценно ни одного пункта из комплекса мер со стороны Киева. Мы стараемся подтолкнуть и сам Киев, мы стараемся это продемонстрировать, свою позицию и в адрес Европы. Нам нужна Европа для того, чтобы она оказывала давление, посильное давление на Киев, и Киев, то есть, выполнил взятые на себя обязательства. Получится или нет, большой вопрос, но наши шаги здесь вполне очевидны, и наша совесть здесь чиста в любом развитии событий. Есть важное уточнение, все-таки особый статус Донбасса обсуждается в этих поправках, которые вы направили сейчас с представителем ОБСЕ. В составе государства Украина, правильно мы понимаем? Смотрите, на самом деле, если действительно будут выполнены все пункты комплекса мер, если будет проведена конституционная реформа, тогда действительно есть возможность обсуждать какой-то формат договорных отношений с Киевом. Но этот формат, он уже, в принципе, четко прорисовывается. То есть, как это будет называться, очень трудно говорить, потому что само название, само понятие автономия не устраивает ни Киев, ни нас. То есть, фактически, название сейчас пока стоит отбросить на задний план. А то, что должны быть это договорные отношения, то, что это должно быть взаимодействие какого плана. То есть, с одной стороны, должны быть выполнены ряд пунктов, и амнистия в том числе. Но, естественно, поверить Киеву на слово и поверить Киеву, что не будет не применяться репрессия, конечно, мы не имеем права. Поэтому и прокуратура, и суды, и народная милиция, то есть, это, естественно, все остается за нами. То есть, и ряд еще других моментов, которые, ну, скажем так, гарантируют безопасность и экономическую, да, свободу, как жителям, да, вот Донецкой и Луганской народной республик, так, да, наверное, и представителям власти, наверное, потому что, ну, мы не самоубийцы, и мы не готовы идти в политическое поле Украины под управление Киева, да, ну, то есть, для нас это было бы, конечно же, сродни с самоубийством, и, я повторюсь, ну, никто не собирается идти в этом направлении.